Ой, какие интересные события, нешуточные страстя разворачиваются прямо сегодня по поводу транзита российского газа через территорию Украины на территорию Евросоюза. И вообще по поводу российского газа. Потому что договор о транзите через Украину российского газа подходит к концу, ну вот уже скоро. Что же будет делать Украина? Что будет делать ЕС? Как они вообще собираются этот вопрос решать и какие меры предпринимать? Есть уже и реакция со стороны Украины и есть уже реакция со стороны Европейского Союза. Но там все очень неоднозначно. Давайте будем разбираться. Итак, сегодня 4 марта в Брюсселе Европарламент заявил, что в апреле проголосует по директиве о запрете поставок российского СПГ на территорию Евросоюза. Об этом нам заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон. В прошлом году мы обсудили этот вопрос с министрами и все министры поддержали дополнение к нашей директиве о низкоуглеродном газе и водороде. Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по директиве на пленарном заседании в апреле, что позволит нашим странам принять меры, не прибегая к санкциям. Еще одна цитата. Также Еврокомиссара по вопросам энергетики. Что она нам говорит? Еврокомиссия не намерена вести переговоры с Россией, как это было 5 лет назад в трехстороннем порядке, когда был согласован вот этот вот самый контракт о транзите газа через Украину. Напротив, добавляет Еврокомиссар, в соответствии с нашим планом мы должны полностью отказаться от российского газа самое позднее к 2027 году. Однако тут, знаете, не все так просто и пока надо попридержать коней, но опять же на мой субъективный взгляд, потому что к 2027 году это, конечно, очень смелое утверждение. Я еще раз напомню, что пока дело это все не утверждено, пока идет речь о голосовании, которое будет в апреле. И вот это вот часть, точнее, о чем будет голосование, часть этого плана, который относится конкретно к российскому газу, к продлению или не продлению транзита, к 2027 году полностью отказаться, это лишь верхушка айсберга, это лишь часть. Значит, знаете, тут все-таки речь идет не только о агрессивном газе от агрессивного агрессора, а и о нашей с вами, любимой в кавычках, набившей оскомину зеленой, прости, господи, повесточке. Ну как же без нее? А еще нужно очень внимательно подумать и посмотреть, кто будет выгодоприобретателем вот этого всего действия. Украина, очень сомневаюсь, мне кажется, в самом невыгодном положении вот как раз Украина и будет находиться, если это все реализуется прям четко по плану к 2027 году и так далее. А мне кажется, выгодоприобретатель вот это там, за океаном, если вы понимаете, о чем я. Так вот, в чем суть? Вот этот вот план, который собираются реализовать к 2027 году, это часть. А вообще, в общем, да, вот еще в декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по установлению ряда общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. А то, что сейчас будет происходить в апреле, это вот уже следствие, это продолжение вот этой договоренности. Так вот, пока ожидается, если это все дело примут, да, что странам Евросоюза будет позволено пока что вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ из России и Белоруссии. Также новое законодательство, если, опять же, все это примут в пакете, в общем, да, не только конкретно вот по российскому газу, а вообще в целом и зеленую повесочку тоже, в общем, весь пакет. Так вот, новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов и способствовать сокращению использования ископаемого топлива в принципе. А цель всего этого мероприятия заключается в реализации первоначального законопроекта аж от 2021 года, который состоит в модернизации вообще всего законодательства ЕС, собственно, что мы сейчас наблюдаем, да, короче, всего модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращение Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году. Понимаете, о чем речь? То есть очень смелые утверждения по годам. Даже берем 27-й год отказ полностью от российского СПГ, а будет ли на 27-й год вообще ЕС? Вот в чем вопрос. Поэтому очень смело, очень, как говорится, свежо. А уж загадывать так далеко на 2030 год, на 2050 год, ну, не знаю. Короче, вот это все апрельское предстоящее голосование как раз должно стать шагом к реализации мер по этапному снижению импорта, в принципе, да, использованию, точнее, топлива и, соответственно, снижению импорта топлива из России и Беларуси, а также повышению надежности энергоснабжения и, внимание, зеленого перехода по снижению, в принципе, спроса на газ и электроэнергию. То есть не только из России, а вообще, ну, из России в частности. Так что Россия – это лишь часть вот всего грандиозного плана на 2050 год. Но вот первые шаги делаются. И как же реагирует Украина на такие заявления? Так вот, оказывается, внезапно, кто бы мог подумать, Украина готова к продолжению транзита российского газа. Как вам? Но только через посредника из ЕС, заявляет премьер Украины Шмыгаль. Я или Шмыгаль, как правильно говорить? Я извиняюсь, если неправильно говорю. Значит, цитата. Если европейские страны выступят либо посредником, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставить такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС, сказал украинский чиновник. При этом Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать контракт с Россией, цитата, «принципиально». И, значит, скинул все это дело, вопросы переговоров на Европу. Как будут удовлетворяться потребности самой Украины в газе, ну, как-то вот непонятно пока совершенно. И я, может, что-то, конечно, пропустила. Если у вас есть какая-то дополнительная информация, пожалуйста, напишите в комментариях, как собирается Украина решать этот вопрос. Потому что все-таки транзит, газ – это дело прибыльное, да, за это денежку платят. И каким образом, то есть, будет это все реализовываться, очень сложно. Смотрите, в чем суть. То есть, они предлагают, мы как бы не против выступать страной, да, транзита, транзитной страной. Но, в том случае, если вы там где-то сами договоритесь с кем-то, и вроде как, если вы этот газ уже оплатили, он как бы уже, типа, не российский, а уже ваш. Вы же его купили. А мы просто, значит, выступаем вот транзитной стороной. Вот как-то вот так, очень хитро, да. А что будет с самой Украиной? Как вообще там будет вопрос с газом решаться? Ну, не знаю. Вы знаете, как? Может быть, есть уже какие-то предположения, может быть, есть какие-то уже заявления по этому поводу. Но я вот пока ничего не вижу, не увидела. Ну, вот непонятно. А еще, как будет, опять же, Украина переживать потерю, во-первых, денег, да, денежных средств от транзита, который, если действительно к 2027 году он полностью закончится, а до 2027 года он будет снижаться и там как-то приостанавливаться, конечно, все будет зависеть от принципов и политики конкретно взятой страны на территории ЕС. Ну, и вот по ЕС в целом, если примут в апреле, то до 2027 года все, как говорится, а-ля улю. И что тогда будет делать Украина? Вот как-то тоже никто не задумался, если ее роль посредника российского газа исчезнет. Это же и будет снижать, наверное, и интерес, в принципе, к Украине со стороны ЕС. И вообще, да, ну, как-то вот мировой интерес к ней, потому что, ну, она уже не является транзитером. Ну, вот об этом как-то вот никто не задумывается наперед, правда? Ну, тем не менее, да, Украина заявила, что да, мы готовы, если вы там все сами порешаете. Вот она таким образом ответила Евросоюз. В общем, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста, напишите в комментариях, корректно. А я вам желаю всего самого наилучшего. Мы с вами очень скоро увидимся в моем новом видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!